добрый вечер коллеги как меня слышно поставьте пожалуйста плюсики хочу говорить потише а то у меня что-то прям громко сильно зашкаливает по 10 бальной шкале насколько громко или тихо меня слышно поставьте пожалуйста чтобы я понимала о это громко 10 это громко потише сделать я попробую потише сделать поставьте пожалуйста чтобы я понимала коллеги у нас только все я буду стараться потише говорить чтобы не кричать здравствуйте во первых рада вас приветствовать и хочу сказать что у меня огромное количество вообще вебинаров проходила по парфюмерии и завтра с этим же видео когда обработается видео в сообществе faberlic я сброшу еще дополнительно помимо этого вы сможете посмотреть я еще сброшу те которые у меня были до этого вебинары потому что сегодняшний вебинар мы немножко по-другому выстроим и я решила просто немножко по-другому выстроить потому что об одном и том же не хотелось бы рассказывать и вы можете точно также посмотреть вот это видео еще дополнительно я его тоже скину и поэтому у вас общий образ вообще о парфюмерии faberlic сформируется а сейчас давайте перейдем сегодня мы с вами поговорим о тонкостях и секретах по подбору и продаже парфюмерии и конечно же немножко мы перейдем на оформление подарков вообще потому что сейчас наступает время новогодних праздников итак переходим к следующему слайду сейчас он у меня грузится у нас наступают новогодние праздники и сегодня я поздравляю вас всех с новым знаете как с новой зимой с первым днем зимы и у нас как раз наступила зима и буквально один месяц остался до новогодних праздников и конечно же в новогодние праздники все стараются сделать подарки и все стараются что-то подобрать поэтому это самое время когда нужно предлагать именно парфюмерию или брать для своих любимых и родных людей в подарки потому что это очень шикарный продукт я не просто так поставила это видео перед вебинаром чтобы вы послушали про нашу парфюмерию от человека который создает наши ароматы которая именно работает которая создает идеи наших ароматов только после этого парфюмеры создают композиции первично это конечно же девиз наш дивизион который готовит вот это вот каждый аромат каждое настроение каждый характер каждое что-то направление аромата это они думают что же такое нам создать чтобы нам было очень приятно и чтобы у нас было но новые какие-то знаете такие новые веяния и вот на самом деле компании фаберлик огромное спасибо потому что у нас настолько много стало новых абсолютно отличающихся от других ароматов они сделали шикарнейшие упаковки то есть упаковка потрясающий поэтому восприятие парфюмерии становится совершенно другим и так что же такого парфюмерия парфюмерии это один из лучших подарков это вот однозначно если правильно и грамотно подобрать парфюмерию то это будет подарок номер один потому что именно парфюмерия вызывает определенные чувства и определенные восприятия мира в определенные мироощущения поэтому когда человек пользуется вашим подарком который ему подошел или клиент подарит кому-то этот человек ему скажет спасибо за такой подарок и на протяжении парфюм же он же надолго и поэтому когда человек пользуется этим ароматом то он всегда будет вспоминать вас то есть парфюмерии парфюмерии это частица вашего сердца которое вы подарите человеку в новогоднюю ночь что такое еще парфюмерия парфюмерии это всегда используется на праздники то есть ни одного человека не знаю кто бы не использовал парфюмерию на праздники но делаю поправочку на тех людей у кого есть слишком ярко восприятие ароматов любых ароматов а не только faberlic которые например реагируют на на разные запахи и поэтому они могут не использовать но практически каждый второй это обязательно используют парфюм на праздник это конечно же парфюмерия это то кем вы хотели бы быть на новогоднюю ночь если вы подбираете для себя если вы подбираете для клиента то это на самом деле таким хочет быть этот клиент потому что когда мы надеваем на себя несколько капель парфюма то мы становимся другими потому что именно люди все воспринимают нас не только внешне не только на по нашему наряду люди все воспринимают нас по запаху хотели бы мы этого или нет но природы так создана что физиологии создана что в начале нас слышат слышат от нашего аромата от нашего запаха и как мы будем какими мы будем от этого зависит как нам будут относиться в праздники в новогоднюю ночь парфюмерии это самый большой доход в празднике потому что если вы грамотно начнете предлагать парфюмерию то это однозначно вы сможете заработать себе очень хорошие деньги здравствуйте надежда очень хорошие деньги вы сможете заработать на парфюмерии и соответственно сделать может быть еще какие-то дополнительные подарки для своих близких или красочного и вкусно украсить стол или поехать куда-то на на какое-то мероприятие на какой-то корпоратив поэтому у вас все карты в руках не стесняйтесь и не бойтесь этого потому что сейчас люди бегают по магазинам они смотрят и очень часто и очень очень часто они стоят у полочек парфюмерии поэтому если вы успеете вовремя и вперед чем они купят в магазине то однозначно вы заработаете а клиент получит удовольствие и у него уже будет подарок как говорится в кармане и он будет уже спокойно жить до нового года парфюмерия это самые высокие баллы и когда мы в новый год делаем объемы свои то это однозначно мы можем еще и заработать от компании потому что именно в парфюмерии и в среду я давала тему по поводу стоимости балла и получалась какая ситуация вот именно парфюмерия даже если на нее идет огромная скидка то баллы всегда полный поэтому это тот вариант когда можно во первых купить впрок и потом например сделать выставку продажу это раз второй если вам не будет хватать баллов например до какого-то положенного объема чтобы получить подарки от компании или чтобы получить от доход от компании или чтобы получить дополнительную скидку в следующем каталоге парфюм это самое то чем можно очень быстро и просто добить доделать объемы причем парфюм идет всегда и чем хорош еще парфюм у него срок годности три года поэтому он у вас точно нигде не испортится он точно нигде не заржавеет особенно до тех пор пока он упакован даже срок годности у него увеличивается пока вы не открыли флакон пока он не начал дышать пока в него не попал воздух он может храниться намного дольше поэтому это тот продукт который очень удобен очень комфортен и может еще остаться и на восьмые 8 марта на праздники и на 23 февраля на праздники поэтому обязательно приобретайте парфюм особенно смотрите где есть скидки потому что это и выгодно вам и выгодно на потом да 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 правильно надежда говорит самое время давайте будем двигаться дальше итак давайте поговорим я просто несколько слов вам скажу как заработать на парфюме то есть я вам приведу один из примеров я всегда люблю приводить хотя бы один пример а вы уже сможете в каталоге посмотреть все остальные варианты которые будут удобны именно под вас и так что такое парфюм это один клиент то есть один флакон парфюма добрый вечер оксана один флакон парфюма это один клиент это очень выгодно очень часто нам приходится например для дохода для заработка для быстрых денег нужно искать клиентов и если мы предлагаем клиенту например крем для рук то это очень маленький маленький доход маленькие баллы и маленькая разница с продаж парфюм это сразу же в карман приличная сумма в зависимости от того какой парфюм вы продадите стоимость парфюма это практически стоимость комплекса каких-нибудь кремов или стоимость комплекса средств по уходу за телом большой потребу прям корзинки прям много нужно продать для того чтобы окупить то чтобы продать на такую же сумму как парфюм а здесь все гораздо проще один клиент один парфюм и это очень удобно особенно для тех кто не любит очень много ходить а кому нужны просто деньги если продать 10 парфюмов то это уж это всего лишь 10 клиентов потому что сумма 10 парфюмов может колебаться от десяти тысяч до 20 тысяч но это гораздо меньше клиентов если продавать например огромное количество скидочных позиций это как вариант очень удобен если например 20 парфюмов это когда вы продаете ему и ей то есть парные варианты а у нас в этом каталоге представлено несколько парных вариантов когда можно предложить и для него и для нее то есть по обменяться чтобы обменялись подарками то есть дама может взять себе парфюм какой-то на новый год и купить парфюм мужчине любимому в подарок и как раз получится парный вариант об этом мы поговорим чуть позже но это всего лишь точно так же 10 клиентов то есть по два аромата на одного это может быть не просто ему и ей а например два аромата когда например человек берет себе и предположим берет в подарок маме или кому-то или объединились с близкими с родственниками поэтому когда вы работаете с клиентами предлагайте им такие варианты может быть нужно это вашей маме или нужно вашей сестре или нужно вашему ребенку сыну дочери потому что когда парные ароматы вы предлагаете или предлагаете два флакона вот когда я такое делаю то у меня покупают всегда дело в том что я просто рассказываю из чего состоит парфюм какой он и у насколько он хорош и насколько цена действительно приемлемо для такого качества аромата именно для такого качества парфюмерии 40 парфюмов это когда вы работаете по рекомендациям я специально поставила такие цифры и это всего десять клиентов потому что можно попросить у клиента пять телефонов и например предложить ему вариант подарок какой-то дополнительный или какой-то дополнительный маленький парфюм в подарок и за пять телефонов и за пять рекомендаций и у вас уже будет ну я вот тут написала 40 парфюмов потому что ну может быть не каждая рекомендация сработает а так бы у нас получилось 50 если вы сработаете на сто процентов и и все пять рекомендаций 10 клиентов у вас работают то вот пожалуйста вы можете уже найти 40 клиентов и и 40 парфюмов продать а если 40 рекомендаций а еще вы парные продадите то это еще больший доход поэтому вам в помощь калькулятор вам в помощь каталог вам в помощь прайс и 100 и оформление заказа для того чтобы и прайс возьмите для того чтобы понимать какова будет прибыль но давайте рассмотрим пример всего лишь на аромате байаль валентин юдашкин на один из ароматов в этом каталоге 18 60 процентов скидка и очень многие на него смотрят но не могут себе этого позволить или например говорят не могу себе это позволить а тут такая цена это просто смешно 999 рублей в каталоге то есть за тысячу приобрести аромат от самого валентина юдашкина купить себе предложить клиенту это просто супер поэтому обязательно предлагайте этот вариант потому что люди действительно здесь будет очень хорошая прибыль смотрите скидка идет 60 процентов на желтый аромат валентина юдашкина это аромат такой знаете как благородный он такой насыщенный он такой наполненный в нем столько компонентов которые они знаете как они взаимодействуют друг с другом и делают женщину роскошной богатой изысканной дорогой и поэтому если вы будете об этом аромате рассказывать именно так а еще вы посмотрите описание этого аромата в личном кабинете потому что на каждом на каждом продукте есть описание и есть альфакторная пирамида которой я очень много говорила тогда вы сможете более четко понимать как работает этот парфюм это первый момент второй момент вы сможете об этом рассказать делайте так заведите себе тетрадочку и возьмите просто-напросто делайте картинку определенного аромата и берите делайте описание на этот аромат тогда вы постепенно привыкните постепенно вы сможете объяснять о каждом аромате рассказывать что это за аромат куда он влекет куда он несет куда он как он отражается на нашем характере тогда вы сможете уже придумывать свои какие-то истории под этот аромат мы знаете как делали сейчас я уже это не делаю я уже это делаю в открытую уже просто потому что я привыкла к ароматам а в первое время когда только начинала работать именно с парфюмерии я и мои консультанты здесь в городе мы делали альбомы в этот альбом мы делали картинки из каталога мы вкладывали в каждый вот где лежала эта картинка мы вкладывали описание этого аромата кому надо у меня есть картинки с описанием отлично надежда конечно надо обязательно сделайте такую подборку мы будем вам очень благодарны смотрите коллеги вы делаете картинку вкладываете описание и даже если вы не рассказываете вы можете просто дать прочитать клиенту про этот аромат и клиент уже самостоятельно будет читать и уже самостоятельно воспринимать это но еще мы в этот альбомчик вкладывали обязательно блотер то есть у нас есть продажи блотеры их огромное там количество в одной упаковке стоят они совсем недорого и просто брали пробники и каждый блотер наносили на него этот аромат и вкладывали в альбомчик очень красиво получается очень удобно получается практически пахучие странички и клиенты с удовольствием листали уже не каталог а именно наш альбом по нашим ароматом поэтому это один из вариантов лучший вариант дополнительный вариант если у вас будут все пробники по парфюмерии потому что человек должен не просто нюхать он должен нанести на себя потому что вы знаете по предыдущим моим обучением что аромат открывается именно на теле человека а не просто как он понюхал тогда вы более четко подберете тот аромат тот парфюм который подойдет данному клиенту или кому они хотят предложить итак давайте рассмотрим пример по валентину юдашкину скидка 60 процентов стоимость каталога 999 рублей ваш еще визитницу можно сделать но не из кожи можно конечно конечно оксана никаких проблем естественно вот смотрите 999 рублей это стоимость цены каталога если мы продадим два аромата то есть ему например два аромата по рекомендации тогда у нас получится стоимость тысяча девятьсот девяносто восемь рублей это мы продадим по цене каталога наша цена будет это семьсот сорок плюс семьсот сорок и получается тысяча четыреста восемьдесят рублей это я говорю про стоимость наши цены по для консультантов если вы привилегированный покупатель у вас не стоимость будет немножко другая но посмотрите самостоятельно в прайсе а вот оксана мы попросим чтобы она нам рассказала про такую визитницу чтобы она дала нам такую тему и думаю что каждый с удовольствием послушает какие варианты и возможности есть предложения и работы с клиентами прибыль в данной ситуации с двух парфюмов будет пятьсот восемнадцать рублей то есть представляете коллеги вот иногда бывает такое что люди получают премию пятьсот восемнадцать рублей за отработанный целый месяц а здесь продав два парфюма вы получите пятьсот восемнадцать рублей прибыль а если вы найдете десять клиентов то о чем я говорила выше то это ваш доход быстрые деньги составит пять тысяч сто восемьдесят рублей это прям знаете как заработок от за полмесяца которые работают люди стоя в магазине по 12 часов это это может быть даже не полмесяца а третья часть а если вы поработаете с десятью клиентами а 10 клиентов найти недолго даже хотя бы по одному клиенту в день вот вам 10 дней всего 10 дней а у нас в месяце 30 дней получается у нас 1 по 31 у вас 30 31 день уж 31 мы брать не будем в расчет это 30 дней это может быть 30 клиентов это может быть доход не пять тысяч сто восемьдесят а умножьте на 3 сколько получится посчитайте если пять тысяч сто восемьдесят умножить на 3 то есть три раза по 10 клиентов то есть каждый день всего по одному клиенту всего по одному это будет 15 тысяч пятьсот сорок то есть за месяц вы можете заработать только на продажа а теперь посчитайте смотрите количество баллов если мы продаем по 2 парфюма и это получается 19 целых семьдесят четыре балла потому что каждый парфюм это 9 целых восемьдесят семь баллов если умножить на 10 клиентов вот вам пожалуйста сто девяносто семь баллов это по поводу того что как делать личный объем очень несложно а если умножить на три надежда посчитайте вы у нас очень быстро считаете сто девяносто семь четыре балла может на три то есть сколько за месяц я понимаю что у нас каталог каталоги то есть этот каталог следующим следующей неделе закончится начнется новый каталог но в любом случае если это на весь месяц растянуть то сколько личный объем получится Посчитайте, пожалуйста, Надежда. Или кто мне вперед Надежды посчитает? 595 и 2 балла. Спасибо огромное. Но это, смотрите, чуть-чуть и будет 600 баллов. А если умножить, смотрите, вот сюда вот в заметках я вам напишу. 600 баллов умножить на 60 рублей. Это стоимость 1 балла при расчете объемной скидки, то есть дохода, и умножить, это у нас получается 9%. Это по поводу того, как сделать групповой объем. Сколько у нас получится? Посчитайте, коллеги. Вот вам, пожалуйста, пример, когда вы можете заработать не только на продажах, но вы еще можете получить доход от компании. Благодарю. Это получается 3240 рублей. Это вы получите от компании. Плюс 15540 рублей с продаж. Сколько у нас получится общая сумма? Посчитайте, пожалуйста. Я вам это показываю не просто так, потому что на самом деле парфюм – это тот вариант, когда вы можете очень хорошую сумму заработать в короткие сроки. И даже не нужно быть золотым или бриллиантовым директором. Пока вы до туда идете, добро пожаловать, получите вот такие деньги. Кому они нужны, я думаю, точно не откажутся. Надежда, ждем от вас плюсы. Сколько у нас получится общая сумма? А общая сумма у нас получается, благодарю, 18780 рублей. Шикарный, правда? Шикарное подспорье нам к Новому году. Поэтому добро пожаловать в мир парфюмерии, в мир продаж парфюмерии. Обязательно сядьте и дома, и посидите прям вот с каталогом. Посчитайте, представьте, прикиньте, кому вы можете предложить своим клиентам и своим знакомым. Давайте двигаться дальше. Это мы с вами поговорили о заработке. Но очень важно не только, чтобы у вас писалось слово «заработать». Очень важно, чтобы вы действительно грамотно подобрали аромат и рассказали человеку все эмоции, которые он получит именно при покупке парфюмерии или при предложении подарка по парфюмерии. Это, естественно, и особый образ, потому что, когда женщина наносит новый аромат на себя, то именно чем они более разные, тем больше разный образ будет в этой ситуации. Это мироощущение, это настроение, это состояние души будет совершенно другим, когда она будет чувствовать от себя вот этот аромат. И очень важно, что нужно женщине. Нужно ли ей успокоиться, или ей нужно быть очень такой, знаете как, воздушной, элегантной. А может быть, она хочет быть игривой и, знаете, такой вот кокеточкой. А может быть, она хочет быть такой, знаете как, жгучей, хотя она блондинка, но быть как жгучая брюнетка, такая темпераментная и немножко агрессивная. Поэтому очень важно подобрать человеку под то настроение, которое человек хочет, клиент хочет. И для себя точно так же. Но никогда еще не нужно забывать, что не только окружающие чувствуют этот аромат, не только вы и окружающие, но еще и мужчина, любимый мужчина, он всегда будет вас нюхать. Даже если вот не вот так в открытую, но все равно он всегда будет принюхиваться к вам. И какое именно ему настроение вы хотите дать при подборе парфюмерии, это тоже играет роль. Очень важно. Поэтому здесь нужно очень хорошо подумать в этом направлении. Давайте посмотрим несколько рекомендаций от меня, как нужно работать с клиентами и как это сделать так, чтобы аромат действительно подошел. Итак, подбор аромата клиентам. Когда подбираете себе и когда подбираете клиенту, обязательно первое задайте уточняющие вопросы. Какой или каким вы хотите быть в новогоднюю ночь или в течение дня? Обязательно этот вопрос, потому что тогда вы сможете уже более четко. Знаете как, у нас очень много парфюма, и в этой ситуации очень важно отсеять часть ароматов, чтобы у человека не закружилась голова. Потому что когда человек, если он все перенюхает, он просто уже потеряется в этом изобилии, знаете как, форм, изобилии вот этих игр, ароматов. Поэтому нужно часть отсеять, то есть игривый аромат, или он должен быть нежный, или он должен быть сексуальный, какой он должен быть. Дальше. Это можно будет определить по альфакторной пирамиде по последней ноте, потому что именно последняя нота, она отражает именно вот это или серьезность, или сексуальность. Следующий вопрос. Предпочитаете более свежие или терпкие? Это очень важно, потому что даже если человек говорит, хочу игривый аромат, не факт, что он хочет терпкий, потому что у клиента может быть, знаете, как голова заболеть от очень сильного аромата. Для него важно игриво, свежее, такой, знаете, как нежно-свежий аромат, и в то же время с настроением. Это тоже есть у нас игривые, свежие ароматы. Или человек хочет более серьезный такой напористый, терпкий аромат, аромат, знаете, как из прошлого, когда действительно все дамы любили более сильные ароматы. Поэтому вот здесь тоже нужно обязательно определить, потому что если клиент хотел бы более такой, знаете, как насыщенный аромат, а вы ему дадите более свежий, и он тогда расстроится. Вот это определите. Следующий вопрос. С кислинкой или сладковатой? Конечно же, в этой ситуации необходимо знать нашу парфюмерию и ориентироваться в ней. Но в любом случае с кислинкой или сладковатой, кислинкой это будет всегда зеленый аромат, или это всегда будет такой нежно, знаете, как нежно-оранжевый, почти такой, знаете, как мандарин вот такой, вот это будет с кислинкой. Сладковатые обычно они идут более яркие по цветовой гамме, поэтому там могут быть разные цвета, у нас есть и синие, есть и зеленые такие яркие, насыщенные оттенки, то есть более светлые оттенки аромата это будет с кислинкой или свежесть, более насыщенные это будут терпкости или сладковатые. Какой настрой хотите получить от аромата? Вот это следующий вопрос, который нужно обязательно задать. Ну и после того, когда вы уже отсеете большую часть ароматов и поймете в каком направлении думает клиент или вы в каком направлении, тогда только вы переходите уже обязательно к нанесению. Трех-четырех ароматов, не более, потому что вообще рекомендуют парфюмеры нюхать три аромата и не больше, но как показывает практика, не всегда три аромата, которые вы считаете, что они подойдут, не всегда эти ароматы подходят. Все равно у человека иногда восприятие мира ощущения нашей, восприятие мира ощущения другого человека могут отличаться. Поэтому три-четыре аромата необходимо нанести клиенту или на запястье, дополнительно между пальцами, потому что нельзя смешивать ароматы, или на внутреннюю сторону локтевого сустава. Тогда вы сможете распределить в разные стороны парфюм и тогда через некоторое время клиент сможет его понюхать и уже более четко определиться, потому что аромат соединится с его телом, с его запахом тела и тогда уже сможет определиться более четко, какой аромат ему лучше подходит. Но для этого необходимо небольшое время. Конечно, вот здесь вот очень хорошо, если у вас будут пробники, потому что если пробников не будет, ну в крайнем случае покажите блотеры, но лучше все-таки пробники, потому что на теле аромат будет отражаться по-другому. Третье. Побеседуйте с клиентом, пока аромат раскрывается. Так как у меня проблема с обонянием, я работаю с парфюмом по описанию, и у меня три комплекта пробников. Отлично! Вот абсолютно правильно. Не каждый, даже если проблемы нету с обонянием, не каждый человек может понять аромат. То есть, ну не каждому это в природе дано, а по описанию это очень будет хорошо. Спасибо, Надежда, за рекомендацию и за ваше добавление к моему обучению. Итак, когда аромат пока открывается, побеседуйте с клиентом. Так, Оксана, я подготовлю видео для внутреннего чата. Отлично! Было бы очень здорово, если бы вы это сделали. Это очень важно. Итак, побеседуйте с клиентом. Расскажите об истории парфюмерии. Расскажите, например, об истории парфюмерии в Фаберлик. Фаберлик. Расскажите о создателях наших ароматов. Поищите информацию в интернете, про них очень много написано, про наших парфюмеров. Имена парфюмеров вы можете найти в личном кабинете или найти в каталоге, и уже более четко про них услышать, какие ароматы они создавали. Здесь, пока аромат открывается, вы устанавливаете такой контакт с клиентом, то есть вы вызываете в нем доверие. Когда вы рассказываете интересные вещи о том, как этот аромат может для него сработать, или какую-то историю вы рассказываете, клиенту это интересно. То есть вы его увлекаете в мир парфюмерии. Это очень важный момент, не просто продать, взял, человек захотел, ему продали, а потом трава не расти. Нет, обязательно поговорите, потому что аромат – это психология. Аромат нужно подбирать именно из позиции психологии. Аромат нужно подбирать именно из позиции внутреннего соединения с клиентом. Не то, что нравится мне, а то, что понравится клиенту. То, что клиента сделает счастливее. Вот что важно. И пока аромат открывается, вы можете поговорить о разных, может быть, он вопросы какие-то вам задаст. Расскажите, как влияет аромат на наше настроение. То есть обязательно дополнительную информацию подготовьте к работе с клиентами. Потому что, когда вы идете направленно работать с парфюмерией, вот эта информация у вас должна быть. Почитайте что-нибудь, посмотрите какое-нибудь видео, посмотрите мое обучение. Благо у меня огромное количество вебинаров на эту тему. Четвертое. Выберите аромат, который понравился клиенту. Если клиент действительно уже определился и сказал, вот этот аромат мне очень нравится, вот этот аромат действительно, этот больше мне подходит, не противоречьте ему. Даже если вы считаете, что другой аромат будет лучше для клиента, не противоречьте ему. Потому что в данный момент у этого человека конкретное настроение. И именно в этот момент клиенту хочется именно это настроение от этого аромата. Помните об этом. Клиент всегда прав. Это очень важно. И предложите дополнительно, когда клиент выбрал, предложите дополнительно ему гель для душа и дезодорант из этой же серии. И это как его, или, например, парный аромат для него и для нее. Потому что у нас сейчас очень много, бывает есть маленький парфюм, предложите ему еще и маленький парфюм. Тогда вы сможете сработать на то, чтобы продать не один аромат, а именно два, три, четыре, пять ароматов. Или дополнительно, знаете как, гель или гель для душа, чтобы полный образ создался у клиента. Очень часто клиенты с удовольствием соглашаются. Они понимают, что утром они могут просто пользоваться гелем для душа, любимого аромата, а днем именно наносить на себя парфюм. Наносить, именно надевать на себя тот аромат, более насыщенный, более яркий. Ну и очень здорово, когда дезодорант идет, знаете как, в паре, когда дезодорант идет, дополняет аромат. Поэтому обязательно предлагайте дополнительно к выбору клиента. Давайте будем двигаться дальше. Поговорите с клиентом, как правильно наносить аромат. Расскажите ему об альфакторной пирамиде. И еще раз повторю, вы ее можете посмотреть. Она есть под названием каждого аромата, в личном кабинете, там где, как интернет-магазин. Там под каждым ароматом есть, какая первая нота, какая вторая нота, какие компоненты входят туда, какая третья нота. Помните, что первая нота – это для настроения, вторая нота – это то, как в течение дня будет его воспринимать, как будут слышать от него аромат другие люди. Это именно то, что будут слышать другие окружения его. И третья нота – это то впечатление, которое останется после ухода человека. Это то, что останется на память человеку, с которым он общался. Поэтому обязательно рассказывайте про альфакторную пирамиду. Про нее я тоже много рассказывала, поэтому сегодня я не буду вдаваться в эти подробности. Расскажите, как правильно пользоваться. И когда люди мне говорят, что, например, аромат, я не чувствую аромат, он на мне не держится, это неправда. Расскажите ему, что есть места там, где бьется пульс. И там, где бьется пульс, именно в эти места необходимо брызгать или наносить несколько капель. Эти места находятся на руках, эти места находятся под коленкой, там, где бьется пульс, где у нас на ключице. И есть аромат между грудью, вот здесь вот. Поэтому это те места в паху. И если человек нанесет в несколько вот этих мест по немногу, совсем чуть-чуть аромата, то в течение дня аромат очень долго на нем будет держаться, он не выветрится, но зато при движении, при ходьбе, при эмоциональных движениях от человека будет именно пахнуть этим ароматом, именно он сможет, знаете как, порадовать окружение тем, насколько он благоухает здорово. Есть еще другой момент. Если вот картинка справа внизу, это делать облако. Облако можно делать на тело. Точно так же можно делать воздушное облако, не брызгать прям на руку, а воздушное облако вверх и подходить, чтобы на вас упали эти капли чарующих вот этих вот ароматных составов. Поэтому расскажите об этом клиентам, чтобы они знали. Давайте перейдем к следующему слайду. Очень долго здесь задерживаюсь, буду стараться немножко побыстрее, а то я вас очень долго буду так держать. Смотрите. О, я перескочила что ли? Подождите. Да. Еще как нужно работать с клиентами. Расскажите клиенту о каждом аромате, который он выбрал, для того, чтобы он понимал, как аромат раскрывается, про эти три ноты, о том, о чем я говорила, как правильно наносить аромат, чтобы благоухать дольше, как настрой и характер в каждом из ароматов будут работать в течение дня. Опишите его через историю жизни. Люди лучше воспринимают, когда вы рисуете какие-то картинки, когда вы рассказываете про аромат не просто, например, в составе есть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Нет. Рассказывайте через историю. Например, придумывайте какую-то, знаете, какую-нибудь сказочную историю под каждый аромат. Попробуйте создать ее свою. Если у вас не получится, спасибо компании, эти сказочные истории есть под каждый аромат. Там прям есть описание, как вообще этот аромат, для кого он и для чего он. Расскажите об этих ароматах своему клиенту, именно через историю. Для чего это надо? Если даже он у вас приобретет один аромат, история в его душе останется. Он может обратиться к вам на следующий день или через какое-то время и сказать, помните, вы рассказывали про то, как полюбили друг друга два человека. Вот я не помню название аромата, но помню эту историю. И вы вспомните, про какой аромат вы так рассказывали. Это, знаете как, это будет ваш секрет с вашим клиентом. Потому что очень часто клиент понюхал, ему понравилось, но он не купил. А потом он не может вспомнить название, а историю он помнить будет всегда. Поэтому создавайте истории под каждый аромат. Придумывайте их, попробуйте это. Не можете сами, попросите своих детей, внуков, посидите вместе с ними, создайте историю. Это очень увлекательное такое, знаете как, событие, когда вы создаете свои истории под каждый аромат. Второе. Предложите скидочные варианты из каталога. Потому что, благо, в каждом каталоге есть скидки на парфюм. Если нет скидок, а клиенту понравился этот аромат, господи, да сделайте вы свою скидку, не пожалейте. Но скидку сделайте на дополнительную покупку. То есть, знаете как, например, если вы видите, что в каталоге клиент выбрал аромат, который не со скидкой, не говорите, давайте подождем следующего каталога. Скажите, вы знаете, вот сейчас я не могу вам со скидкой продать этот аромат, но я вам могу сделать дополнительную скидку на, например, на маленький парфюм. Или на такую, если вы приобретете два аромата, тогда я обязательно сделаю вам скидку на оба. И у вас тогда получится и большая продажа, раз, во-вторых, и клиенту приятно, и он действительно приобретет тот аромат, который он хотел. Потому что, если не будет скидки в каталоге на этот аромат, он скажет, хорошо, я подожду, когда будет скидка. И клиент уйдет. И не факт, что он в следующий раз встретится. У него останется ощущение неудовлетворенности. Хотел, но не могу позволить. Поэтому дайте ему эту скидку, и этот клиент будет всегда с вами. Третье. Предложите упаковать к парфюму, в подарочную упаковку, если это в подарок. Например, упаковка может быть в подарок от вас, можно и за отдельную стоимость, в зависимости, знаете как, насколько дорогая упаковка. Потому что, если, например, приобретать пакет или упаковочную бумагу, банты, еще какие-то аксессуарчики определенные, то это выльется очень в хорошую сумму. Поэтому в данной ситуации упаковку бесплатно делать невыгодно. Выгодно делать бесплатную упаковку, если это корпоративный заказ. Или, например, если это недорогая упаковка. Например, полиэтиленовый какой-то красивый пакет и недорогой маленький бантик. Вы можете это сделать. Но если вы будете упаковывать красиво и по-особенному, то пусть это будет лучше стоимость. Но всегда предлагайте упаковку. Многие говорят, я куплю сама, но лучше не надо. Здесь человеку вы сделаете приятный вот сама упаковка, она может даже сыграть роль, вызвать у него желание. Знаете как, была такая ситуация, когда я приношу клиенту в красивой упаковке, а не просто в пакете, именно его заказ, например, на парфюм, то клиент говорит, ой, как красиво, а можно, у него появляется желание, он начинает рисовать, кому бы он мог это подарить. И он говорит, а можно мне еще тогда, и вот в такой же упаковке. Вот это вызывает дополнительное желание на дополнительные покупки. Упаковки бывают разные, это могут быть пакеты наши от компании Фаберлик есть прям красивые пакеты, которые вы можете дополнительно прям вот сделать. Это может быть эксклюзивный вариант какой-то придуманный. И вчера Надежда у нас в чате выкладывала огромное множество по упаковке. Я сегодня перелопатила целую кучу материала в интернете и сказала, боже, право, какая красота. И на самом деле, насколько можно красиво и интересно все сделать. И мы обязательно сделаем тему по упаковки. Обязательно для того, чтобы вы могли предлагать различные варианты упаковок. Может быть, сделаю слайдовую презентацию для вас, чтобы вы просто как варианты для вас, чтобы вам было легче ориентироваться. Итак, могут быть дополнительные приятные штучки к упаковке. Это могут быть какие-то открыточки небольшие, это могут быть какие-то маленькие носочки новогодние, может быть, какие-то бантики. да, вообще, вчера Надежда нас прям порадовала, как нам сбросила материал, Маши такие сказали, какая красота, мне аж прям захотелось обязательно все подарки для своих обязательно упаковать. Всегда оформляла, но прямо тут захотелось еще больше. Поэтому вот это нам понравится, представляете, вашим клиентам понравится. Итак, двигаемся дальше, потом дальше будем говорить про парфюмерию. попросите у клиента рекомендации, не бойтесь, если вы красиво, очень вкусно обслужили клиента, если клиент очень прям вот знаете как доволен то, что он приобрел, то он с удовольствием вас порекомендует своим знакомым. Он мало того, что вам с удовольствием даст телефон этих людей, во-вторых, он им позвонит и скажет, ты знаешь, сегодня разговаривала с такой девушкой или с таким мужчиной, она так разбирается в парфюмерии, тебе точно нужно с ней обязательно поговорить, обязательно, она тебе точно порекомендует и подберет только под тебя. Вот на самом деле мы рекомендуем очень часто, когда нам что-то понравилось, ваши клиенты точно так же вас порекомендуют. Смотрите, можно предлагать такие варианты за 5 телефонов и имя, другого вот этого по рекомендации дополнительный презент. Здесь это уже на ваше усмотрение, что вы захотите, благо у нас огромное множество всяких штучек, может быть у вас есть, какие-то у вас есть скидочные варианты, какие-то может быть из фабрик клуба вы можете что-то набрать, какие-то штучки для того, чтобы вот такие презенты предлагать, может быть елочные игрушки какие-то, в общем можно очень много приятных штучек, да элементарно крем для рук, который недорогой предложить в подарок за 5 телефонов, я думаю, что клиент с удовольствием это, или например за 5 телефонов вы скажете моя упаковка вашего подарка будет бесплатна, он с удовольствием вам даст 5 телефонов, только обязательно держите под рукой блокнотик, чтобы или какую-то специально какие-нибудь маленькие такие листовочки создать, их несложно создавать, в банках очень часто такое делают, чтобы клиент сразу записал телефоны, чтобы ему долго не писать и имя человека, и от кого, обязательно, чтобы написал от кого, чтобы когда вы звонили, вы могли сказать здравствуйте, вот Елена такая-то дала ваш телефон, порекомендовала вас, что вам это будет интересно, именно вас пусть познакомит со своими сослуживцами и знакомыми, ежедневники наши есть в наличии, есть, да, и можно туда, но просто вот я говорю, что можно сделать какие-то красивые такие, знаете как, красивые листочки с красивым рисуночком, и это будет очень элегантно, очень красиво, и клиент с удовольствием запишет туда свои рекомендации, попросите, чтобы они познакомили вас со своими сослуживцами, может быть, вы выберете время, и он скажет, что в это время можно подойти к нему на работу, и тогда у вас еще больше клиентов будет, или, например, кому-то из своих родственников вы сможете к ним подойти, и пятый момент, подарки для любимых и родных, варианты скидок, предложите, что если, например, вы работаете с клиентом, и говорите, если вы, если вы, например, приобретете у меня 10 парфюмов для своих любимых и родных и близких, то будет скидка такая-то, если 3, то будет скидка такая-то, благо, на парфюме можно делать скидки, потому что вы видели сами, что это дорогой аромат, когда вы можете иметь большую прибыль, и вы можете с удовольствием поделиться этой прибылью, то есть сделать скидочку на определенное количество купленных товаров, например, распишите, если вы покупаете 3 аромата, это такая скидка, если вы, ну, лучше с 2, потому что аромат сам по себе дорогой, если 2, то такая скидка, если 3, то такая скидка, 4, такая-то, опять такая-то, и тогда у клиента будет выбор без выбора, и он, может быть, с удовольствием выберет, а может быть, он даже предложит как, знаете, как корпоративный заказ, и все прекрасно будет, тогда вы говорите о скидках и договариваетесь о том, что вы доставите к такому-то времени, благо парфюм практически весь есть, очень редко, чтобы не было какого-то парфюма, и когда люди говорят, вот того-то нету, это вот просили, а этого нету, то если вы работаете с парфюмом, вы точно никогда ни бедного клиента не ошарашить и не испортить ему настроение. Итак, давайте поговорим про несколько вариантов, которые представлены в 18-м каталоге. Есть два шикарных варианта, очень шикарных варианта для людей, которым нужно, знаете, как антистресс, которые любят ваниль, которые любят такие пудровые сладкие ароматы, которые, знаете, как я бы сказала, такие леди в красивых, в красивом нижнем беле, в пуховых, с опушечкой, в туфельках с опушечкой. Вот эти два аромата, это именно вот из той категории. Это любимейший наш оферик Сенсуэль, и сейчас такая шикарная упаковка, шикарный набор гель для душа и парфюм, всего за 1829 рублей, причем прям в коробочке, это настолько красиво, настолько здорово, что вам достаточно будет к этой коробочке может какой-то бантик добавить или еще что-то, а больше и не надо, потому что уже упаковано и уже красиво. Это аромат Бьюти Кафе Каприз, это такой нежный, это такой манящий, это такой игривый, это такой кокетливый аромат, вот эти два аромата очень сексуальные, это как раз, знаете, как для любовной ночи, это как раз для того, чтобы мужчины просто-напросто, знаете, как шли за женщиной и просто не могли отойти от нее и хотели ее нюхать, целовать, обнимать и только с ней танцевать и вальсировать, и вальсировать. Это вот ароматы, которые идут с афродизиаками, это вот как раз то, для того, чтобы привлечь мужчин в свой капкан. Сейчас я вам рассказала две истории, одну историю про два аромата. Помните, я вам говорила, создавайте истории. Вы здесь можете для каждого аромата придумать свою, но в любом случае вы можете рассказать даже без составов, но в каждом из них есть именно вот сладкий, такой из детства ингредиент, который каждую девушку делает, она аж тает, как мороженое от этого аромата. Поэтому обязательно предлагайте вот эти два аромата для тех, кто хочет собрать за собой вереницу мужчин, молодых людей и вереницу стать лучшей, знаете, как сексуальной дамой на новогоднем торжестве. Давайте будем двигаться дальше, еще про несколько ароматов, вариантов вам расскажу. Кто-то там пишет мне, я жду, ой, я немножко перелистнула, коллеги, обратите внимание, сейчас подождите, перелистнула, обратите внимание на два аромата, это мелоди и фэнтези, вот мелоди идет сейчас 50% скидкой, почему рекомендую обратить на два аромата, потому что если клиенту понравится мелоди, то, во-первых, скидка шикарная, 50%, во-вторых, дополнительно идет набор, который можно предложить, это гель для души и маленький парфюм, маленький флакончик, который можно положить в сумочку, это, знаете, как будет комплект очень большой и красивый и абсолютно недорогой, то есть, знаете, как подарок дорогой будет, но по стоимости очень приемлемой, поэтому предлагайте обязательно в комплексе то, о чем я вам говорила, но очень часто бывает, что когда человек вдруг неожиданно выбирает не мелоди, а именно фэнтези, тогда вы просто не расстраивайтесь и говорите, вот смотрите, мелоди и фэнтези это похожие ароматы, близкие друг к другу, единственное, что мелоди это больше, видите, больше скоростна, то есть, больше сладковатый аромат, а фэнтези, он больше такой зеленый и более спокойный аромат, но когда вы утром встаете, то вам именно утром может дать настроение и вот эта вот бодрость именно мелоди в геле для душа, поэтому не расстраивайтесь, если, предположим, фэнтези выбрал человек, то предложите вариант дополнительный именно мелоди гель для душа и маленький флакончик, они взаимодополняемые ароматы и очень часто, когда взаимодополняемые ароматы из одной коллекции, можно друг друга знаете как дополнять, например, основной аромат идет один, а буквально одна капелька другого дополняется между грудью и тогда получается очень интересный такой характер, такой, знаете, как, прям вот как будто бы девушку нужно будет изучать, потому что она необычная становится от этого, вроде бы характер один, а есть какая-то другая изюминка, какая-то необычность, дальше, следующий вариант, на который я хочу, чтобы вы обратили внимание, вот как раз Оксана пишет, моему мужу никогда не нравились ароматы, которые нравятся мне, пришлось идти на хитрость, купила и рассказала, что это запах настоящего мужчины, который магически действует на женщин, и что вы думаете, понравился, съел мою историю, вот, аромат, а это на самом деле, очень часто многие воспринимают не просто по аромату, а воспринимают по ассоциациям, поэтому очень важны ассоциации, вот, например, ароматы, вот, три аромата вот из этой коллекции со скидкой 50%, это очень терпкие ароматы, но они абсолютно все разные, каждый очень насыщенный, но очень вкусный по-своему, зеленый более легкий, вот, даже название не буду называть, вы увидите, они все похожи, просто единственное, что они абсолютно разные по аромату, фиолетовый более такой, знаете, как, как немножечко более нежный, более такой, как цветочный, а синий такой насыщенный и манящий, там есть прям ноты сексуальности мощные, вот, то, о чем сказала сейчас Оксана, это как раз вот этот синий аромат, поэтому точно так же вы можете предложить клиенту взять три аромата, если ему понравился один из них, пусть они обязательно эти три аромата исследуют, я прям говорю исследуют, потому что нанесите им в разные места и пусть они попробуют, если будет категорическая нет, на нет и суда нет, а если будет да, то человек будет понимать, что он в разное время может быть абсолютно вот пожалуйста вариант трех ароматов, продать три аромата со скидкой 50%, и клиенту здорово, потому что они все со скидкой 50%, и вам здорово, и клиент действительно может быть абсолютно разным, абсолютно разным в жизни, именно эти ароматы очень насыщенные, помните об этом, те, кто любит легкое и такое, такое практически незаметное эти ароматы не подойдут, не потому, что они им не понравятся, они могут им даже понравиться, единственное, что там создана такая вот линейка, что человек, который любит легкий аромат, он начнет уставать от этого аромата, именно вот, знаете, как те, которые говорят, я хочу, чтобы от меня целый день пахло, вот это как раз те ароматы, которые я бы так назвала, с пролонгированным эффектом, то есть через какое-то время он начинает работать еще сильнее, чем он работал в самом начале, через какое-то время он начинает вообще становиться совершенно другим, у меня есть все эти три арома, все три флакона, все три аромата, и я просто каждый раз для себя их открываю по-новому, потому, что они точно через час становятся совершенно другими, а еще через час они становятся совершенно другими, и если более легкие ароматы вы и ваши клиенты будут чувствовать очень так, знаете как, раз чувствовали определенное количество времени, а потом перестали чувствовать, только окружение будет ощущать, то здесь вы будете чувствовать аромат постоянно, и если у вас требуют именно таких ароматов, чтобы клиент чувствовал, это как раз те ароматы, которые необходимо предлагать. У нас появился новый аромат, и я вам потом дальше покажу, вы его видели в паре, это просто, я не знаю, я бы сказала про этот аромат, это высший пилотаж, это такая роскошь, это такое, знаете как, я бы, я бы сказала так, представьте себе дорогой не коттедж, а дорогая вилла, она трёх- или пятиэтажная, в ней огромное количество зеркал, в ней огромное количество цветов, причём живых цветов, независимо от времени года, там огромное количество пространства, балконов, укромных мест, и очень мягких, красивых диванов, там царит роскошь, там царит любовь, там царит элегантность, и по этому дому все ходят только в туфлях, никто никогда не ходит в носках, в тапочках или босиком, этот аромат, это как раз он, это, знаете как, я бы сказала, это просто нереальный высший пилотаж, и это, кстати, сейчас я открою, зачитаю вам, как говорит компания, но я когда просто в Москве слушала этот аромат, я просто, я не знала вообще, как оторваться от него, я просто на месте, знаете как, я аж, я аж на месте замерла, когда я слушала аромат мужской, бьюти мон, бьюмонт, и женский, и женский аромат, бомонт мужской и бомонт женский, это просто нереально, но компания пишет так, атмосфера высшего общества, это философия роскоши, это мир чувственности, претензионных манер и самодостаточности, каждый выход в свет особый ритуал, где звучит вызов серым будням и торжествует вечный праздник, примерьте на себя аристократичные обзоры, образы с парными ароматами бьюмонт, а еще есть от компании, когда мы были, когда мы были на ассамблее в Москве, то эти ароматы звучали в песне, то есть мужчина и женщина пели разными звуками, и это обязательно необходимо послушать, потому что это действительно что-то нереальное, у нас очень много было красивых и изысканных ароматов, но вот я бы сказала, что таких еще не было никогда, и поэтому сейчас в паре взять эти два аромата для него и для нее всего за 1599 это просто смешная цена, поэтому возьмите себе, расскажите клиентам, особенно знаете как, придирчивым клиентам, я могу сказать, что каждой даме и каждому мужчине подойдет этот аромат и очень понравится, кто не соответствует вот этому знаете как, слишком роскоши, ему захочется стать таковым, те, кто в роскоши живет, он поймет и скажет, да, это мой аромат, поэтому предлагайте обязательно эти ароматы, вообще вот эти две коллекции, они очень роскошны, они очень наполнены и в них очень много ярких и насыщенных компонентов, естественно предлагайте ароматы для мужчин, шикарнейший аромат интенс, 55% скидка, восьмой элемент, более легкий, спортивный, 50% скидка и 55% скидка на пульс и на аристократ, смотрите, вот эти все ароматы, это ароматы очень яркие, очень сильные, но каждый, вот те, которые голубые, они более легкие, они более такие нежные, то есть они больше подходят для молодых мужчин, хотя в принципе, если у мужчины во взрослом возрасте, которому за настроение и состояние души такое молодежное, тогда голубые подойдут им, аромат, который красный и который интенс и аристократ красный и коричневый, даже сами цвета дают вот за себя знать, эти ароматы более такие насыщенные, более серьезные, более деловые, с деловой хваткой, для людей, которые привыкли, знаете, как, скорость, для людей, которые привыкли, точность, для людей, которые знают себе цену и те, которые строят бизнес, это вот темные ароматы, это больше вот в это направление, но еще обратите внимание, насколько здорово сделала компания, что можно подарить мужчине и предложить клиент, клиентке или клиенту сформировать полный набор, это и гель для душа, это и дезодорант, это и в восьмом элементе точно так же, то есть будет полный набор, и если вы это красиво упакуете, а упаковок огромное множество, то можно сделать очень дорогой красивый подарок по абсолютно приемлемой цене, обязательно показывайте это, и хочу вам сказать, обязательно говорите клиенткам про мужские ароматы, обязательно об этом говорите, потому что скажите им, ведь это вам нюхать мужчину вашего, поэтому подарите ему этот аромат и радуйтесь, и давайте нюхать женщине, потому что очень часто женщина выбирает все-таки под себя, и потом она ходит за мужчиной по пятам, потому что она выбрала тот аромат, который ей особенно понравился, поэтому предлагайте, и там огромное множество вариантов, есть варианты без скидок, и там есть и сильные ароматы, есть и более нежные ароматы, есть ароматы такие, знаете, очень дорогие по наполнению, есть терпкие ароматы, их в принципе не сложно определить даже по внешнему облику, сейчас вернусь обратно, смотрите, я вам решила показывать, я вам решила, вот, правильно Оксана говорит, я вам решила показать парные варианты, вот, например, варианты Ума Феличи и Дона Феличи, это оранжевые, они не со скидкой в этом каталоге, но зато представлены именно два набора, Ума Феличи и Дона Феличи, и поэтому, если, я вам точно могу сказать, что очень многие возьмут даже без скидки Дона Феличи и Ума Феличи, это два самых продаваемых аромата, знаете, как, можно человеку вначале предложить именно подарочные наборы гель для душа и дезодорант, гель для душа и маленький парфюм, и дополнительно сказать, а еще возьмите в дополнение парные ароматы, тогда подарок будет больше, он будет наполненный и переплатите вы не очень много, вот в данной ситуации, конечно же, раз здесь без скидки, я обычно так делаю, я делаю допол, говорю, не переживайте, если вы возьмете полный набор, то я вам сделаю дополнительную скидочку, клиент говорит с удовольствием, и ему хорошо, и мне хорошо, поэтому обязательно предлагайте вместе, точно так же огромная вообще, вообще шикарная возможность, сейчас инкогнито, мужской и женский, они в паре, сейчас шикарная скидка, если берешь в паре, точно так же к ним можно, точно так же и гель для душа, и дезодорант, и маленький парфюм в подарок, и тогда будет получаться большой комплекс, иногда, знаете как, иногда берут подарки, когда идут кому-то в семью, и говорят, нам нужно сделать дорогой подарок, но чтобы по стоимости это было не очень дорого, чтобы это было приемлемо, но хотелось бы подарить и ему, и ей, и вот в данной ситуации это будет шикарный подарок, потому что они будут дополнять друг друга, и этот шикарный подарок вы можете предложить, что такое инкогнито, инкогнито, но это само за себя говорит, даже картинка, которую вы видите в левом углу, это действительно тайна, это действительно маскарад, это действительно изменение характера, потому что что мужское инкогнито, что женское инкогнито, это вначале кажется, ой, такой сладенький, приятный, а в конце там оказывается очень серьезный и деловой, то есть вот инкогнито это та история, когда можно нанести его на себя днем и уже вечером стать совершенно другим, это знаете, как вот прям красиво сделали, если под белое платье одеть черные очки, и тогда не поймешь, кто ты такая, что за тайна в тебе таится, мужчина будет думать, а что же такое таится в ней, когда он будет рядом с этой девушкой, на которой нанесено инкогнито, а женщина будет думать, господи, я всегда мечтала о таком мужчине, который вот стоит передо мной, потому что на нем инкогнито мужской, потому что именно этот аромат делает мужчину таким, знаете, вот есть реклама, когда она заболела, а он прилетел к ней, и он ее целует, коллеги, секундочку, приостановлюсь, извините, на секунду, выключаю звук, подождите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова поставьте плюсики, пожалуйста, чтобы я понимала, слышно меня или нет. Коллеги, слышно или нет, извините за задержку. Вот история из жизни. Только что пришел клиент и отдал мне 2000 за, как раз за парфюм, как раз за подготовленный подарок. Вот вам, пожалуйста, даже сами клиенты приносят домой деньги. Я просто не ожидала, что думала, сама зайду, а уже занесли. Поэтому и бывает такое. Итак, вот инкогнито это тайна. Это тайна манящая. И что мужской, что женский, это тайна манящая. Когда знаете как друг друга вожжелают. А ума феличи и дона феличи это настроение, это энергия, это знаете как, это путешествие. Это ощущение юности и молодости. Это ощущение радости и вот этого темперамента. Поэтому придумывайте истории, рассказывайте своим клиентам, чтобы им было всегда интересно, когда вы им это предлагаете. Точно так же обратите внимание еще и на маленькие наборы. И точно так же можно предлагать, помните, я вам говорила, что если даже парфюм большой, не со скидкой, предлагайте его. Не бойтесь этого, но откажется клиент, так откажется. Есть два набора, это каори, один из самых продаваемых ароматов, гель для души и маленький флакончик. И предложите большой. каори, сакура, это слушаю и повинуюсь, это девушка, которая готова услужить, но внутри она настолько сильная, она настолько гейша, она знает все тонкости психологии, как работать с мужчинами, как говорить с мужчинами, что для них делать. вот это каори, поэтому предлагайте каори тем, кто такие хитрые, которые хотят быть хитрыми и такими интересными и загадочными. Второй аромат, второй набор, это у нас идет шершеля фам. это действительно для всех само слово говорит ищите женщину. Это как раз тот аромат, которая воздушная, которая летучая, которая здесь, а потом ее уже нет, она то там, то здесь, ее всегда нужно ловить, и поэтому вот этот аромат, вот этот набор дезодорант и парфюм предлагайте тем девушкам, которые хотят быть летучими, легкими, воздушными и самостоятельными, и чтобы мужчины всегда их искали. Ну и прекрасные наборы, потрясающие наборы, прям в коробках, это вместе с аромат, можно аромат добавлять туда, вместе с ароматами, это для мужчин, поэтому огромное множество вот таких вот комплектов, которые уже сформировала сама компания с изысканным составом, с потрясающими знаете как, ощущениями и мироощущениями, обязательно добавляйте и рассказывайте о них. Давайте посмотрим дальше, я просто уже тороплюсь, смотрю по времени, я вас прям сильно задержала. Ну и естественно хотела бы вам сказать о нескольких новинках. Справа представлены женские ароматы, это новинка, это упаковка новинка, на самом деле это ароматы нам все известны, но их упаковали в одни флаконы в одинаковые, именно такие предпраздничные новогодние, то есть сама упаковка каждого аромата будет за себя говорить, что с праздником, с Новым годом, она такая нежная, очень элегантная и все эти ароматы вы знаете, то есть там нет новых ароматов, там есть просто ароматы из прошлого. мягко гнет калории, мягко гнет, да, это точно, я иногда говорю, калории похожи на нашу русскую женщину, она молчит, мягкая, пушистая, а внутри знает себе цену и в какой-то момент ты ты ищи и сделает обязательно свое веское слово скажет, вот это калории однозначно, у меня очень много клиентов покупают калории, потому что они именно такие, потому что мы такие по натуре и вот про эти парные ароматы, про которые я вам уже рассказала, я просто их здесь представила, это новинка и спасибо огромное компа, их даже если по отдельности приобрести, не в наборе, они настолько по смешной цене, они настолько недорого стоят, то есть для нас получая 999 рублей, то есть это просто шикарнейшая цена, просто нереальная цена для каждого флакона, на самом деле всегда эти ароматы будут дороже, причем рекомендую, почему в этом каталоге приобрести, потому что в следующем каталоге цена будет выше, и это очень выгодно, когда вы, например, приобретаете со скидкой парфюмерию, а потом уже предлагаете, продаете по той цене, по которой в каталоге, и хочу рассказать про аромат в энергии и страсти, вот этот аромат внизу, он такой, знаете, интересный, я сейчас скажу, какой он, он настолько темпераментный, он настолько, такой, знаете, как, серьезный, и в то же время молодежный, и в то же время богатый, и в то же время такой, как же сказать, там, когда молодой человек начинает зарабатывать большие деньги, он четко знает, кто он, он точно знает, куда он идет, он точно знает, зачем ему эта жизнь, он точно знает, что все девушки крутятся вокруг него, и он точно знает, что он желанный, любимый, и сильный, и уверенный в себе, вот это, этот аромат, вот там, там терпкая нота только в конце, а в начале, она такая, мягкая, но сладковатая, но такая, знаете, как, вот прям вот сильная, потому что есть аромат, новиночка от Валентина Юдашкина, там более мягкий аромат, а вот этот аромат более сильный, когда я первый этот, когда первый раз я этот аромат понюхала и предложила клиенту, мужчине, он как, вы не поверите, он просто его схватил, сказал, о, как раз я такой аромат и хотел, поэтому обязательно предложите мужчинам, а особенно предложите женщинам, потому что каждая женщина хочет рядом с собой, чтобы рядом с ней был мужчина, скажу такое слово, но оно в хорошем смысле не обидно, мерен, такой, который, знаете, бьет копытом, который, у которого развивается грива, и который, вот такой сильный, на него можно сесть и поехать, и в то же время он все равно будет держать холку, вот это аромат как раз вот для таких мужчин, и каждая женщина хочет за таким мужчиной быть как за каменной стеной, поэтому предлагайте дамам вот такой аромат для их любимых мужчин, и это вот такую маленькую историю от себя, я вам сказала, сейчас я открою вам еще один слайд, упс, перелеснула, это тоже есть новинки от Валентина Юдашкина, и вот это трио от Валентины Юдашкина очень богатый, очень такой, действительно, тоже очень наполненный аромат, почему все время говорю богатый, когда ароматы создаются, то в наполнении могут быть всего несколько компонентов, и даже он может быть по цене дорогой, но раскрываться он будет очень четко и слишком однобоко, когда я говорю богатый аромат, я имею в виду, что в составе очень много соединений между разными цветами, между разными фруктами, между разными специями, и вот когда аромат именно богат, то он на каждом мужчине и на каждой женщине будет именно по-своему звучать, и так ароматы звучат по-своему, но здесь особенно богатый аромат и подходит большему количеству людей, потому что на сильном он смягчит, может быть, вот именно этот аромат Валентина Юдашкина сделает его более мягким, на более мягком он сделает его более красочным, более сильным мужчину, я расскажу вам про этот аромат, когда я, только он пришел, как я предложила клиенту, я задала вопрос, я говорю, какие ароматы предпочитаете? А клиент дорогой, вот богатый, дорогой клиент, он говорит, ароматы предпочитаю, которые мне покупает жена, я говорю, то есть все равно какой аромат надо? Нет, для меня играет роль, но она знает мой вкус, она знает, чего хочу я, что я люблю, я задала следующий вопрос, а какое именно название? И он мне не назвал название, я сказала, если я вам сейчас нанесу аромат, который мне кажется, по вашему внешнему виду подойдет вам, если он вам подойдет, но я уже распечатала флакон, вы его возьмете распечатанный, если не подойдет, но что у меня не было пробника с собой, тогда я его заберу себе, он говорит, а вам зачем? Я говорю, я точно найду, кому этот аромат подарить, потому что аромат очень хороший и очень богатый, не только в названии Валентин Юдашкин, он сказал, ну давайте, я открыла флакон, я нанесла на руку, и когда он начал его нюхать, я сказала, подождите секунду, пусть он откроется, и когда он открылся, он знаете, как делал, он прям вот так вот подносил к носу руку прям несколько раз, прям вот так делал, он не мог оторваться, он говорил, какой он интересный, ой, а какой он хитрый, ой, какой он терпкий, ой, а сейчас он стал сладкий, ой, так он как фейерверк, как на елочной игру, как на елке фейерверки, то красный, то желтый, то синий, то зеленый, я люблю такие ароматы, я люблю, когда я могу быть разным, и он очень богатый, я говорю, нравится, он говорит, очень, я говорю, отлично, тогда этот аромат для вас, вот я вам рассказала такую историю, как я работала с этим ароматом по Валентину Юдашкину, и про женские ароматы скажу, вот это трио, это очень нежные, очень такие легкие ароматы, это как раз для тех, кто любит нежность, кто любит весну, кто любит лето, кто любит вот такое легкие дуновения ветра, легкое цветение цветов, легкое теплое солнышко, но не жгучее, не очень горячее, тот человек, который любит все в меру, но в то же время обязательно изысканное, вот эти ароматы, это как раз для тех дам, которые любят изысканное, но очень такое приглушенное, вот это трио как раз для них, как раз для тех, у кого спокойный характер, которые ходят очень медленно, которые говорят очень медленно, которые думают и улыбаются, это вот как раз ароматы для них, поэтому предлагайте им полное трио, они на самом деле смогут ими друг друга дополнить, потому что эти ароматы можно дополнять друг друга, утром быть одной, днем быть другой, а вечером быть третий, поэтому вот эти три аромата, один аромат может быть основной, а какой-то будет дополнительно, буквально одна капелька, или, например, под коленочку, вот здесь на впадинке, под коленку, тогда движущаяся женщина будет за собой привлекать большее количество людей, именно вот там под коленкой работают ароматы совершенно по-другому. Я вкратце рассказала вам про парфюмерию Фаберлик, ее намного больше, намного, 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 и я рекомендую обязательно продумать оформление подарков, то есть предлагать клиентам, и обязательно если вы сами будете дарить кому-то парфюмерию, подумайте, как вы хотите украсить этот подарок, потому что оформление огромное множество вариантов огромное множество и подарки могут быть настолько мягкими, вот например я была поражена вот правый верхний угол, я даже представила, если например вот вязаную какую-то такую вот кофточку или вязаный какой-то такой чулочек купить, сделать вот такой бантик с шишечками и вот это будет настолько теплый подарок, настолько вы знаете как для души, для семьи, для вот нежности, а точно так же аромат очень красиво смотрится в мешковине, мешковина обычно дарится для тех, кто действительно такой вот знаете как с очень таким необычным чувством вкуса, поэтому если мне дарят в мешковине что-то, я оцениваю это, поэтому здесь нужно смотреть еще и на характер, можно даже завернуть в газету и завязать некоторыми разными бантиками, если человек действительно с особым чувством вкуса, если нет, тогда взять упаковочную бумагу, их огромное множество, важно кому вы дарите подарок, важно для кого вы делаете упаковку, важно в каком количестве вы делаете упаковку, если сделать вот такие санки, видите там сделать санки и упаковать парфюм, знаете, как корпоративные подарки, представляете, как это будет круто, если вы будете показывать своим клиентам, что вы можете разные варианты сделать упаковки, то клиенты закажут даже не просто аромат у вас, они закажут только ради упаковки, потому что я бы с удовольствием получила бы один из этих подарков, я бы с удовольствием получила бы вот эту коробочку или вот этот мешочек и потом нашла бы ему применение, я бы точно нашла, а уже внутренности были бы дополнительно к моему настроению, к моей радости и к моим любимым, поэтому обязательно делайте упаковку, делайте фотографии и предлагайте различные варианты. Сегодня мы с вами поговорили про парфюмерию, это действительно мир сказок, фейерверков и радостей, это тот мир сказочный и воздушный, как раз как сам Новый Год, поэтому новогоднего настроения вам, мои дорогие, и больших высоких доходов, начните работать с клиентами и получайте и удовольствие, и новых клиентов, и быстрые деньги. Удачи вам в этом каталоге и в этом году. До новых встреч! Если есть у вас какие-то вопросы, можете задать. Ну, думаю, я и много рассказала, поэтому до новых встреч, до свидания, спасибо за то, что вы были со мной.